Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами будем делать подарочную коробочку цифру 8, внутри которой шампанское и цветы с конфетами. Цветы я хотела сделать похожими на пионы и давайте приступать. Нам нужно сделать цветочек, который будет состоять из шести так называемых вееров. И для одного цветочка нам нужно будет шесть вееров. И начинаем с одного. Размер лепесточка 3х6. Первый лепесточек мы вырезаем в форме сердечка, два лепесточка мы вырезаем в форме капельки. Номер бумаги, который я использовала для этих цветочков 17А6. Затем все лепесточки обрабатываю. Каждый лепесток просто растягиваю очень сильно. Затем беру капельку, наношу немного клея, приклеиваю свое сердечко и затем сверху приклеиваю еще капельку. И у нас получился вот такой веер. Как я уже говорила, на один цветочек нам нужно шесть таких вееров. И теперь бутон. Я взяла конфетку Рафаэлла, клеила шпажку и теперь делаю бутон. Размер беру 6х6. Наверное, я все цветы так делаю. Бутон вырезала основу и оборачиваю конфетку очень плотно. Мне больше нравится, когда конфетка спрятана. Ну, конечно, доставать, не нарушив цветочек, не получится. И теперь приклеиваем сами веера. Клей наносить нужно побольше и держать подольше, чтобы все хорошо приклеилось. В этот раз я не приклеиваю по кругу. Для того, чтобы сформировался красивый цветочек, я просто приклеиваю каждый лепесток веер друг напротив друга. То есть сначала два, потом еще два и затем еще два. Так как на одном веере три лепесточка, придерживать нужно подольше, чтобы клей схватился и у нас не отпоминялся. Вот такой цветочек получается. Мне он напоминает пюло. Затем приклеиваем чашелистик. Чашелистики я приблизительно делаю размером такие же, как брала заготовку на сам бутон. Вырезаю зубчики и, как обычно, их подкручиваю, растягиваю. Затем растягиваю еще немного посередине саму заготовку и подклеиваю цветочек. И теперь переходим к самой коробочке. Из переплетного картона я вырезала на глаз цифру 8. Она у меня получилась немного похожа на неваляшку. И длина самой коробочки где-то 37-38 сантиметров я брала под размер самой бутонки шампанского. Высота бортиков 6 сантиметров. Мне хочется оформить коробочку так, чтобы цветы не утопали в самой коробке, а наоборот выглядывали. Креплю бортики к основе малярным скотчем, фиксирую все. Для начала я фиксирую буквально в нескольких местах, для того, чтобы было удобней саму коробочку потом собирать. Приклеиваю стык в стык, чтобы нигде не было зазоров и коробочка была ровной и аккуратной. Переплетный картон я покупаю обычно в магазинах для творчества. Плотность картона 0,9 миллиметров и с ним очень удобно работать. Если вам удобнее работать с гофрокартоном, то, конечно, пользуйтесь тем, чем вам удобнее. Мне же больше нравится работать с переплетным картоном. Подклеила сначала так, чтобы у меня все держалось, и затем еще раз прохожусь по всему кругу малярным скотчем, чтобы все надежно держалось. Восьмерка готова, и внутри коробки я еще прохожусь горячим клеем для, так сказать, дополнительной фиксации. Клей подсох, и теперь я буду обклеивать саму коробку. Я взяла упаковочную бумагу. Мне не очень нравится обматывать, обклеивать в коробке гофрированной бумагой. Мне кажется, что выглядит она довольно просто и упрощает работу. Поэтому я пользуюсь всегда упаковочной бумагой. Продается она сейчас практически везде, и стоит она недорого. Приклеиваю коробку на клей-момент. Также можно приклеивать на клей ПВА. Сначала обклеила саму коробочку, затем делаю надрезы, и обклеиваю, делаю загибы, чтобы стыки наши были, ребрышки красиво тоже задекорированы. И затем делаю все с обратной стороны. Я не буду останавливаться на нижней части восьмерки. Делается она точно так же. Поэтому этот момент я пропускаю. Все подклеили, задекорировали нижнюю часть. И теперь декорируем нижнюю часть коробки. Просто из такой же упаковочной бумаги вырезаем восьмерку по размеру своей коробочки. И приклеиваем. Приклеиваю, как я уже говорила, на клей-момент. Не пользуюсь горячим клеем, потому что бумага очень тонкая, и будут видны следы от клея. Не стоит клеить на горячий клей. И теперь декорируем саму коробку. Я не показываю этот момент, как покрасить бутылку шампанского. Просто удалила этикетки и покрасила в белый цвет. Располагаю шампанское в коробочке. И затем приклеиваю пенопласт. Заполнила коробочку пенопластом. Приклеиваю его обязательно, потому что конфетки у нас, цветы, вернее, с конфетками у нас будут тяжелые. Сама коробка будет тяжелая. Поэтому, чтобы ничего не вываливалось, нужно обязательно все приклеить. И теперь располагаю цветы. Располагаю так, чтобы обязательно просматривалась цифра 8. Обратите внимание, что я не задекорировала пенопласт. Я буду декорировать все так, чтобы он не был виден. Если у вас небольшое количество цветов, то обязательно заклейте пенопласт бумагой или положите в коробочку сезаль. Цветы тоже обязательно приклеиваю. На эту коробочку у меня ушла одна коробка конфет Рафаэла, в которой было 15 штук. После того, как цветы расположила и вклеила, я заранее сделала большое количество листиков. Листики я всегда делаю из бумаги 17А6. Мне очень нравится этот цвет. Он мне тусклый и красивый оттенок. Приклеиваю цветочки. Обратите внимание, что приклеиваю их так, чтобы они торчали и выглядывали из коробочки. И после этого мне захотелось еще добавить чего-то, чего-то. И добавляю просто обычные декоративные ягодки белого цвета. Скручивала их по 2, по 3, по 4. И приклеиваю либо цветочку, либо в пенопласт. И на этом мое видео готово. Если оно вам понравилось, понравилась вам моя идея, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Впереди новые идеи. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok